Виктория Химичук в музее работает уже более шести лет. Дни рождения, выставки, экскурсии и даже свадебные программы, что ей только не посчастливилось организовывать за время трудовой деятельности. Иными словами, эти стены никогда не пустовали, а методистам уж точно скучать не доводилось. Поэтому с приходом режима самоизоляции пришлось в прямом смысле учиться работать по-новому. Но и тут они сориентировались быстро. В данный момент музейный выставочный центр работает в удаленном формате, то есть мы проводим наши мероприятия онлайн, мероприятия, выставки. Все проходит на наших официальных страницах ВКонтакте, в Инстаграме и на официальном сайте музея. На данный момент мы можем предложить нашим посетителям пешие прогулки по городу в группе не более пяти человек. То есть на свежем воздухе, к сожалению, пока в музей пригласить мы их не можем. Гостей пока не принимают, тем не менее без дела не сидят. Чтобы за время режима самоизоляции не растерять багаж знаний, каждый экскурсовод постоянно пополняет копилку чем-то новым и интересным, чтобы с переходом в привычную жизнь поделиться этим с посетителями. Виктория говорит, хоть ночью разбудите, расскажу все и о любом экспонате. Мы воспользовались моментом и узнали интересные факты о имеющейся здесь лодке, более известной как струк. Дан экспонат в музейно-выставочном центре называется струк. Он является символом покорения Западной Сибири, освоения Западной Сибири еще во времена Ивана Грозного. То есть на такой лодке более 500 лет назад сюда прибыл сам Ермак. Если говорить отдельно о каждом экспонате музея, не хватит и недели. Одних только чучел животных более 50. А несколько лет назад было пополнение – маленький северный олененок. Его нашли в реке. Животное утонуло. Раз спасти не удалось, решили подарить его плоти вторую жизнь. И таких интересных историй множество, но рассказывать их пока некому. Тем временем работники готовят для горожан выставки и презентации, посвященные юбилею города. Там, конечно, будет такой фоторяд, фотографии от самого начала до современности. Обратились к фотографам, к Голымским, которые нам предоставили фотографии города. Вот как он выглядит сейчас. Можно будет сравнить. Ну и, конечно, то, что у нас есть в фондах, предметы быта этого периода. Горожане уже с нетерпением ждут возобновления работы музея в привычном формате. И неоднократно звонят с вопросом, когда, наконец, можно будет прийти. Ответ один – как только наладится эпид-обстановка. Анна Корязина, Николай Сапожников. Специально для новостей.